Я сожалею о том, что в аварии пострадали дети. Именно такое последнее слово было сказано бывшим сотрудникам ДПС, который в августе месяце, находясь на патрульной машине, в рабочее время попал в аварию, нарушив при этом правила дорожного движения. Вернемся на несколько месяцев назад и вспомним. 18 августа около 4 часов дня на улице Всеобуча произошла авария с участием патрульной машины ДПС и автомобилем Chevrolet Lanos. В машине находилось двое детей. 7-летний мальчик, который оказался после столкновения в реанимации с черепно-мозговой травмой, и девочка 14 лет, получившая сотрясение мозга. В ходе расследования уголовного дела были проведены автотехнические экспертизы, которые показали, что в действиях водителя машины ДПС имеются нарушения правил дорожного движения. Кроме того, было установлено, что указанная патрульная машина была технически исправна. Также было расследовано видео с момента аварии. Его записала камера на заправке. Их патрульная машина выехала на встречную полосу с большой скоростью, без проблесковых маячков. Сотрудников ДПС уволили со службы, и в начале декабря дело было передано в суд. Сегодня суд вынес приговор. В течение полутора лет подсудимый должен будет оставаться на территории Соликамска и каждый месяц будет отмечаться у сотрудников полиции. Так решил суд. Но у подсудимого есть 10 дней, чтобы обжаловать данное решение. Скажите, пожалуйста, вы будете обжаловать приговор? От вопроса подсудимый ушел, ровно как и от уплаты материального и морального вреда пострадавшей Натали. Наталья обратилась в суд, чтобы ей возместили лечение сына. Семилетний мальчик прошел серьезнейшую операцию на черепной коробке и сейчас находится на постоянном лечении. Я немного огорчена тем, что в части морального, возмещения морального вреда, судом получила я отказ. Но то, что подсудимый принес свое наказание, я удовлетворена этим. Я в рамках гражданского парового характера будем обращаться еще. О возмещении ущадка, конечно. Будет ли обжаловать подсудимый приговор, пока неизвестно. Хотя он так и не признал свою вину. Но экспертизы говорят об обратном.